МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале НИКО итоги недели подводят Мария Давыдова. И Антон Липовский. Кратко напомним основные события. Инвестиционная привлекательность на фоне падения мировой экономики. Глава региона отметил достижения 2013-го, сферы, над которыми предстоит поработать. Предупрежден, значит, вооружен. В области начался новый этап диспансеризации населения. О страже своих прав. Что нужно знать и куда обращаться обманутым потребителям? Расскажем сегодня в рубрике подробности. Волынки, ирландские танцы, народные костюмы. Калуга присоединилась к неделе Святого Патрика. События в Украине по-прежнему самая острая тема уходящей недели. В нашей стране продолжаются массовые митинги. Великий Новгород, Махачкала, Нарьян-Мар, Барнаул, Ульянуск. Вот далеко не полный список городов, жители которых не остались равнодушными к судьбе братского народа. Калуга тоже не останется в стороне. 18 марта в 18 часов на театральной площади состоится митинг-концерт в поддержку Крыма и русскоязычного населения Украины. Его организаторы – Калужское отделение боевого братства, участники военных действий в Чечне и Афганистане. Приглашают калужан выразить солидарность с украинским народом. Мы попросили жителей областного центра сказать, что они думают о событиях в Украине. Приглашаем всех неравнодушных калужан прийти на театральную площадь, высказать свое мнение по позиции нашего правительства, которое ведет, она однозначная позиция, всем понятно, защищать наш русский народ. Но просто еще раз лично встретиться с друзьями, с единомышленниками – это хороший повод. А самое главное, что мы должны сказать – нет, мы не позволим издеваться над нашими соотечественниками, вот этим бандитом, бандерасом за американские деньги. Что такое для нас Украина? Это вот когда семья и спрашивают, кого больше любишь, папу или маму. Это вообще исконно наши братья. Крым – это и Севастополь, это вообще история морской русской славы. Ну, украинцы – это наши братья. Я не могу понять, что там творится, потому что очевидные вещи хотят… Ну, понятно, что Запад хочет очередную колонию. И украинцы, которые с нами сейчас на равных, они будут там людьми третьего сорта. Русские, которые сейчас находятся на Украине, в Крыму, они будут людьми третьего сорта, они просто будут уничтожены. Давайте не дадим мы нашим братьям погибнуть. Давайте не дадим забрать Крым. Давайте не дадим забрать Украину. Давайте придем, потому что если не я, то кто? Я всех призываю. Придите обязательно. Напоминаем, Калужский митинг пройдет на Театральной площади во вторник, 18 марта, в 18 часов. Многие регионы участвуют в сборе гуманитарной помощи. В некоторых областях, в том числе Калужской, открыты благотворительные счета для пострадавших украинцев. Главным итогом семидневки станет референдум в Крыму, который, напомним, состоится в воскресенье. Будем ждать результатов. И как стало известно на этой неделе, до конца марта в нашу область переедут 38 граждан Украины. Они получили одобрение на участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Сообщили и Тартас в региональном министерстве труда, занятости и кадровой политики. Еще 51 заявка находится на рассмотрении. По данным министерства, количество обращений от граждан Украины только в марте увеличилось вдвое. Областные депутаты, в свою очередь, приняли обращение к Совету Федерации по поводу ситуации на Украине. В нем, в частности, говорится, цитата. Ситуация, сложившаяся на Украине в связи с произошедшим государственным переворотом и, как следствие, ущемлением прав русскоязычного населения, является катастрофической. Открыто и демонстративно радикальной частью украинских оппозиционных сил нарушены основополагающие нормы международного права. Несмотря на это, западные страны, заинтересованные в продолжении политического и экономического кризиса на Украине, поддерживают там неконституционный режим и оказывают беспрецедентное давление на Россию. В связи с этим, законодательное собрание Калужской области выражает решительную поддержку действиям президента России и обеих палат Федерального собрания Российской Федерации, направленным на защиту прав братского народа Украины, а также геополитических интересов нашей страны. От имени жителей региона заверяем, что готовы предпринять все возможные меры для оказания помощи братскому народу Украины. Конец цитаты. От мировых событий к региональным. Калужская область попала в пятерку самых инновационно развитых регионов России. Рейтинг по итогам прошлого года составили эксперты Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Учитывались четыре группы показателей. Социально-экономические условия, результативность инновационной деятельности, научно-технический потенциал и качество региональной инновационной политики. Как сообщает пресс-служба правительства, на первом месте рейтинга оказалась Москва, что вполне ожидаемо. Далее идет Татарстан, Петербург и Нижегородская область. Калужская замыкает пятерку лидеров. Отметим, что по итогам предыдущего рейтинга наш регион располагался только на 14 месте. Как отмечают эксперты, такой подъем связан с комплексной поддержкой инноваций, а также развитием кластеров и технопарков. Отчет о работе регионального правительства за 2013 год представил губернатор законодательному собранию в минувшую пятницу. Выступление Анатолия Артамонова было во многом основано на вопросах, подготовленных фракциями регионального парламента. Как подчеркнул губернатор, работа областного правительства в минувшем году проходила под знаком выполнения приоритетных задач, поставленных президентом в майских указах и послания к федеральному собранию. Объем волового регионального продукта составил 314 миллиардов рублей, рост 5,1% к 2012 году. По мнению губернатора, это серьезный результат и хороший задел на будущее. Темпы роста промышленной продукции превышают общероссийский показатель. Индекс промышленного производства по итогам года составил 107,5%. Объем отгруженной продукции превысил 470 миллиардов рублей. Особо хотелось бы сказать о том, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которые в течение многих лет испытывали трудности в связи с нестабильностью заказов, объем отгруженной продукции вырос почти на 20%. Регион сохраняет лидирующие позиции в стране по привлечению иностранных инвестиций. В 2013-м они увеличились до 1 миллиарда 329 миллионов долларов. В прошлом году введены в строй десятки новых инвестиционных производств. Из них 13 крупные, на которых создано 4000 рабочих мест. Губернатор в очередной раз подчеркнул, что все инвесторы, независимо от того, отечественные они или иностранные, будут пользоваться поддержкой региональных властей. Независимо от формы собственности и страны происхождения капитала, все предприятия и организации в Калужской области имеют одинаковую возможность применять льготные режимы налогообложения по налогам на имущество и прибыль организации. Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, область сохраняет инвестиционную активность. В прошлом году были подписаны соглашения, рассчитанные на 40 миллиардов рублей инвестиций и создание не менее 5000 новых рабочих мест. Уже в текущем году откроются завод по производству кабин для грузовых автомобилей «Вольво» и «Рено», цементный завод «Лафарш» в Ферзиковском районе, предприятия по производству упаковки для фармацевтической и косметической промышленности в Обнинске. Кроме того, будут введены в эксплуатацию несколько крупных фармацевтических фабрик. В особой экономической зоне Людмила закончены инженерные изыскания. Разработана схема планировки территории. Проходит согласование плана развития экономической зоны на период до 2030 года. Мы вышли в правительство Российской Федерации с инициативой двухкратного увеличения ее площади, с тем, чтобы в дополнение к промышленной создать еще и первую в стране особую экономическую зону аграрного типа. В Ерзиковском районе тоже зарезервирован земельный участок под индустриальный парк. Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством области и Российским фондом прямых инвестиций. О дополнительной поддержке нашей инвестиционной деятельности. В последние годы наша область все чаще выступает как пилотный регион. Например, одной из первых, внедрив у себя стандарт деятельности органов власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Ну а далее губернатор говорил о мерах по развитию малого и среднего предпринимательства. Высокие темпы экономического роста возможны только при наличии свободной предпринимательской среды. В прошлом году финансирование программ развития малого бизнеса увеличилось до 296 миллионов рублей. Более половины этой суммы составили расходы областного бюджета. Свыше 500 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 82 инновационные компании, получили поддержку в форме субсидий, микрокредитов, грантов, поручительств и гарантий. В результате создано более 700 и сохранено свыше 4000 рабочих мест. Создан Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области. В рейтинге Всемирного банка «Доинг-бизнес» Калуга признана лучшим среди российских городов по удобству регистрации нового предприятия. На ближайшие пять лет для всех уровней власти развитие малого и среднего бизнеса станет первостепенной задачей. Во время отчета Анатолий Артамонов вновь обратился к предпринимателям области. Я обращаюсь ко всем предпринимателям области, заинтересованным в развитии бизнеса в своем регионе, с предложением размещать производство на территориях индустриальных парков, в особо экономической зоне в Людиного. И я гарантирую всем предоставление таких же условий и мер поддержки, которыми пользуются отечественные и зарубежные инвесторы. Говоря о поддержке села, Анатолий Артамонов отметил, что в 2013 году на развитие аграрного сектора был направлен 1 миллиард 183 миллиона рублей. Получая государственную поддержку, аграрный сектор становится более привлекательным для вложения частных инвестиций. Среди крупных новостроек отмечу молочные комплексы в хозяйствах Калужская и Нива в Ферзиковском районе, Террогрупп в Козельском районе, Калужская, Ремпутьмаш-Агро в Перемышевском районе. Введен в эксплуатацию новый комплекс «Зал Воробьёва» Малорославецкого района. Вторая очередь – молочного комплекса и молокоперерабатывающий завод в колхозе «Москва» Боровского района. Открыт доильный «Зал ВОО «Швейцарское молоко» и многие другие. На поддержку начинающих фермерских хозяйств в области из бюджета всех уровней направлено 107 миллионов рублей. Разработана программа создания в регионе староботизированных ферм. На эти цели будет привлечено 860 миллионов из областного бюджета и 1 миллиард из внебюджетных источников. Аграриям, купившим оборудование для оснащения предприятий, будет компенсирована значительная доля затрат. Параллельно с этим будут создаваться 100 местных животноводческих ферм. Это позволит увеличить поголовье мясного скота, вовлечь в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли, создать дополнительные рабочие места. Помогать тем, кто работает – вот наш главный принцип поддержки села. Селяне о нем хорошо знают и полностью согласны с таким подходом. Когда надо поддержать толкового крестьянина, всегда находим, как это сделать. В ряду с традиционными аграрными отраслями получают развитие и перспективные направления сельхозпроизводства. К примеру, в Людиновском районе ведется подготовка строительству самого крупного в мире тепличного комплекса по выращиванию экологически чистых овощей. Резервы развития агропромышленного комплекса я вижу также в проектах, объединяющих производство, переработку и реализацию готовой продукции. Расширение жилищного строительства, создание инженерной инфраструктуры и дорожной сети на селе, а также подготовка молодых специалистов, также будут увязаны со всеми аграрными проектами. Выступление губернатора коснуло и самых актуальных тем социально-экономического развития области. После завершения доклада Анатолий Артамонов ответил на вопросы депутатов. С полной версией отчета главы региона можно ознакомиться на официальном сайте областного законодательного собрания. Учиться никогда не поздно даже такому инновационно продвинутому региону, как Калужская область. Повысить свой профессиональный уровень смогли участники бизнес-конференции «Взрывные продажи». Она проводится уже во второй раз. Первый тренинг, который состоялся в сентябре прошлого года, посетили 70 человек. И в этот раз желающих получить совет поведения бизнеса оказалось не меньших, убедилась Олеся Утятникова. Штабная работа, переговоры с клиентами и так называемый продажный нюх. Три составляющих успеха продавца от бизнес-тренера Романа Пивоварова. Он приехал в Калугу на два дня поделиться техниками, стратегиями и тактиками успешных продаж. Этот тренинг как шведский стол идей. Каждый почерпнет что-то свое. Вы знаете, нет единого рецепта для всех. Правда, да. И вот сейчас как раз будем говорить и попробуем нащупать эти рецепты для ребят. Волшебные пилюльки из серии «Сделай вот так и все будет хорошо» – ее точно нет. Конференция «Взрывные продажи» в Калуге стала традиционной. Организаторы сделали ее как для своих сотрудников, так и для всех желающих бизнесменов и бизнесвумен региона. Советы по эффективности развития и продвижении своего дела на первом тренинге имели успех. Так родилась идея еще одной конференции. Команда профессионалов и, соответственно, подход к обучению сотрудников для нашей компании очень важен. Поэтому мы, безусловно, за людей, то есть мы за профессиональные кадры, ну и, конечно, за такого рода мероприятия, как то, что мы проводим уже сегодня. Здесь те, кто пришел впервые и те, кто уже собрал сливки успеха после тренинга в прошлом году. Среди них Наталья Варсеева. Она признается, после обучения ей удалось привлечь в компанию больше постоянных клиентов. Звонки в центр возросли от 60 в месяц до 100. В этот раз Наталья не только сама пришла, но и привела коллектив. На самом деле это необычно, это взгляд просто со стороны. Когда копаешься вот в своем таком болотце, ну, грубо говоря, да, внутри организации, многого не видишь. Приходишь, когда на такие мероприятия очень много, вот, много новых вещей, много новых идей. Своими идеями бизнес-тренер Роман Пивоваров делился два дня. Первый посвятили тайм-менеджменту, потребностям клиента и сценарию переговоров. Второй – советам руководителям среднего звена и директорам. По итогам Роман отметил заинтересованность в развитии у калужских бизнесменов. В Калуге всегда, когда проводишь подобного рода мероприятия, ты, в общем, оцениваешь уровень подготовности ребят. У вас действительно в этом смысле такой особый регион, который большой упор на бизнес делает. Это правда видно. Это видно, на самом деле, сразу, когда пересекаешь область, там, вот, из московской в Калужку, потому что сразу какие-то заводы, заводы, что-то сейчас. Вот, и это чувствуется и в аудитории, да, то есть вопросы очень конкретные, вопросы очень предметные. Основной вопрос калужан был, как развивать свой бизнес сейчас, когда люди с большой опаской идут на крупные покупки. Свои рецепты в этой ситуации Роман Пивоваров предпринимателям дал. Олеся Утятникова, Алексей Пехов, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИК-ТВ. Не жаловаться на нехватку средств, а работать сообща и более активно. Глава региона на съезде Совета муниципальных образований призвал глав сельских поселений стать ближе к народу и научиться самим решать проблему бюджетного дефицита. Мероприятие носило отчетный характер. Анатолий Артамонов посоветовал главам погружаться в процесс поиска инвесторов, а не ждать, пока их найдут на региональном уровне. Еще одно направление, которое потребовал развивать губернатор – сельское хозяйство. В районах не так активно идет реализация программы 100 роботизированных ферм. В целом же местные власти должны острее чувствовать потребности своих жителей, резюмируя глава региона. Только в тесном контакте с людьми можно добиться позитивных изменений. Работать надо не вместо людей, а вместе с людьми. Тогда все получится. Каждому работать вместе с людьми. Тем более у вас там людей-то совсем немного. Вы всех знаете. Не только знаете поименно, вы знаете характер этих людей. Как к кому подойти и, как говорится, как кого призвать на общее дело. И вот это надо, значит, и делать этим, и заниматься этим. Но мы это будем и поощрять, в том числе и вашей заработной платой, о которой вы говорите. Мы будем делать дифференцированно это повышение в зависимости от вашего вклада. В их руках благополучие каждого дома. Работники ЖКХ в это воскресенье отмечают профессиональный праздник. Поздравления начали принимать заранее. Бойцов коммунального фронта честовали в минувшую среду в Калужском доме музыки. А тех, кто сражается за коммунальный рай, но редко слышит слова благодарности, сюжет Андрея Степичева. Мы определяем органолептические показатели. Это цветность и мутность. Значит, что у нас? Мутность определяется в нефильтрованной воде, а цветность фильтрованной. Подробный анализ всего того, что течет из обнинских кранов. Химическая лаборатория, которая возглавляет Зинаида Горобец, ежедневно стоит на защите воды Наукограда от вредных примесей и нежелательных микроорганизмов. Весь процесс исследования Зинаида Михайловна контролирует лично и говорит, что здесь, как и у саперов, ошибок не прощают. Вода из крана – лишь часть большой и ответственной работы лаборатории. Другая ее часть не такая прозрачная и течет уже не в дома, а в очистные сооружения. Город развивается, промышленных предприятий стало больше. И поэтому, естественно, стоки поступают уже с более загрязняющими веществами, вредными для биологической очистки. Поэтому вот сейчас мы надеемся на новую линию, которая будет запущена. И там предусмотрены все сооружения для доочистки. И надеемся, что на выпуске в реку мы достигнем норм, которые требуют от нас. Благополучие каждого дома, благополучие каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности сферы жилищно-коммунального хозяйства. О благополучии каждого дома, непростой работе и тех, кто ее выполняет. Все самые главные бойцы системы ЖКХ редко слышат слова благодарности, но раз в год для них их точно не жалеют. А я вам за замечательный праздник желаю организации стабильной работы, праздничного настроения. Ну а вам, дорогие друзья, конечно же, здоровья, ну и такой хорошей работы на благо Комашкинской области. Спасибо вам. День работников жилищно-коммунального хозяйства – это как повод промежуточного подведения итогов работы за весь прошлый год. Здесь говорят о переменах, которые ждут отрасль и вручают награды тем, кто не просто работает в коммунальном хозяйстве, а действительно посвятил ему всю свою жизнь. Почетной грамотой губернатора Калужской области награждаются Горобец Зинаида Михайловна, начальник химической лаборатории муниципального предприятия «Водоканал» город Обнинск. Не Оскар, конечно, но тоже волнительно. Зинаида Горобец получила почетную грамоту губернатора, а вместе с ней и уверенность в том, что занимается правильным делом. Когда-то она приехала в Обнинск из Тулы и долго не могла найти работу. Химики требовались только «Водоканалу» и за 42 года работы в лаборатории она ни разу не пожалела, что туда пошла. Ну, конечно, приятно получить награду, цветы, внимание, то есть нам такое уделяется в нашей работе, то есть ценят нас, нам это приятно. Вопрос ценности кадров в системе ЖКХ неоднозначный, а об этом на торжественном собрании говорили отдельно. Да, специалистов остро не хватает, и в этом министр ЖКХ региона видит сразу несколько причин. Работа у них неблагодарная, говорит Андрей Пичугин. Их часто критикуют, мало платят, а потому и кадровый дефицит для них не абстрактное понятие. В ближайшее время совместными усилиями мы постараемся вместе с вами сделать так, чтобы и отрасль стала престижной как с точки зрения привлечения специалистов из учебных заведений, так и по отношению наших граждан к данной сфере. То место, которое лучше не посещать лично, а смотреть по телевизору. Это странно звучит, но для Зинаиды Горобец работа на очистных сооружениях стала много лет назад делом всей жизни. И ответ на тот вопрос из песни на торжественном собрании она давно для себя нашла. И вот так же и мы, как они, все куда-то, куда-то мыем, и, наверное, скоро поймем, для чего мы на свете живем. Андрей Степичев, Ленкин, телекомпания НИКО ТВ, при содействии телекомпании Крылья, Калуга, Обнинск. Между тем, в жилищно-коммунальное хозяйство приходит общественный контроль. Права населения в этой сфере будут защищать региональные центры, объединяющие некоммерческие организации. Общественники проходят обучение, чтобы оказывать собственникам юридическую помощь и защищать их интересы в судах. Помимо этого, в центрах обсуждают актуальные законопроекты и занимаются просветительской работой. Так, например, в некоторых регионах граждан знакомят жилищным кодексом еще со школы. У нас достаточно, кстати, большое количество методических пособий есть, которые можно использовать и для обучения актива, и для обучения, так сказать, школьников, других категорий. И мы, конечно, настаиваем на том, чтобы регион вместе с общественными организациями выходил на целостную программу жилищного просвещения, комплексную. И опять же, на основании государственного заказа вместе с общественниками ее реализовал. Это очень важное направление. В Калужской области к созданию такого центра шли три года. Его появление позволит довести до каждого собственника информацию об изменениях в законодательстве в доступной форме. Поздравления и награды на этой неделе принимали и борцы за права потребителей. Торжественную церемонию привели специалисты Роспотребнадзора и областного министерства конкурентной политики. Перед двери и Всемирного дня защиты прав потребителей, который, кстати, отмечается сегодня, 15 марта. Самые активные защитники в Обнинске. На Наукоград приходится четверть всех обращений. Помогают бороться за права и общественные структуры. В прошлом году выросло количество некачественных продовольственных товаров. Много нарушений в коммунальной и строительной сферах. Отдельная тема уровень оказания услуг. От хамства продавцов и охранников до задержки сроков доставки товаров. Однако на стороне потребителей стоят закон и специалисты, эффективность работы которых приближается к 100%. Результатом работы специалистов по защите прав потребителей органов местного управления в 2013 году стало почти стопроцентное, это 99,9% рассмотрение конфликтных ситуаций в досудебном порядке. Пользу потребителей с возмещением материального ущерба в размере более 8 миллионов рублей. Причем правовая помощь оказывалась на безвозмездной основе. И сегодня у нас в гостях председатель областной организации «Общество защиты прав потребителей Калужской области» Надежда Ефремова-Батяйкина. Здравствуйте, Надежда. Во-первых, расскажите, много ли обращений, часто ли хотят калужане отстоять свои права? Да, знаете, обращений действительно много, я бы сказала, даже очень много. Ведь мы с вами все-таки живем в эру технологий. И количество различных новинок, которые нам предлагают, оно растет с каждым днем. И вообще, рынок предложений, товаров и услуг, он огромен. Но, к сожалению, вот бывает такое, что очень часто наш потребитель попадает на то, что ему попадается какая-то услуга ненадлежащего качества выполненная, либо товар с какими-то недостатками. И, естественно, к нам приходят, и мы решаем эти вопросы как в досудебном порядке, так и в судебном. Ну, как показывает практика, правовая грамотность калужана растет? Да. Между прочим, я вот в этот день, в этот праздник хотела бы сказать, что я, как юрист, как председатель общества защиты и прав потребителей, несказанно рада тому, что в последние годы наблюдается в этой области прогресс. Дело в том, что наш потребитель, калужанин и житель Калужской нашей области, он стал более настойчиво отстаивать свои права. Он стал более настойчиво добиваться того, чтобы его претензию, которую он предъявляет к продавцу, удовлетворили. И еще хочу сказать один такой важный момент. В последнее время наблюдается прогресс в области защиты прав потребителями в судебных инстанциях. Я хочу сказать, вот тот прогресс, который наблюдается у нас в Калужской области, что правовая деятельность, она растет, просветительски правовая, на этом останавливаться нельзя. И я считаю, что все надзорные органы власти, органы исполнительной власти, а также все общественные организации должны активно взаимодействовать со СМИ вот именно как раз таки в сфере просвещения наших потребителей в области права. Ну расскажите, с чем чаще всего обращаются калужане? Вы знаете, вот, к сожалению, нарушений во всех видах деятельности масса. Я бы отметила, вот на мой взгляд, две сферы. Я бы сказала так, они, наверное, наиболее популярны. Это сфера жилищного коммунального хозяйства, а также это сфера торговли, сфера продажи товаров. Здесь надо отметить, что особенно в последнее время, вот лично в моем опыте участились жалобы на, к сожалению, планшетные компьютеры, на мобильные телефоны. Вот их очень-очень много. Но у вас, естественно, как у председателя подобной организации, я уверен, есть масса ярких примеров, как же вот калужане отстаивали свои права вот в таких, наверное, тяжелых, может быть, ситуациях. Из сферы жилищно-коммунального хозяйства. Приведу такой пример. В том году у нас было дело, это муниципалитет, не буду называть по понятным причинам какой, да, где в доме у жителей, в двухэтажном доме, особенно в угловых квартирах, в отопительный сезон, в холодное время года, температура в комнатах была меньше даже 17 градусов. Один из заявителей, узнав про нашу организацию, обратился лично ко мне. Что сделали, что сделала я? Я обратилась в жилищную инспекцию. Спасибо, наша жилищная инспекция, она всегда работает с нашими, с моими вот обращениями. Действительно, масса вот удовлетворенных обращений. Да, да, вот жилищная инспекция, вот хочется прям в вашей программе сказать им благодарность. Жилищная инспекция незамедлительно выехала на место, провела нужные расчеты, сделала проверку температуры, составила акты, составила протоколы. И первое, что мы добились, это то, что управляющая компания была привлечена к административной ответственности, то есть к штрафу. Пришлось мне инициировать иск в суд. И только уже после этого управляющая компания быстренько спохватилась, была сделана опрессовка, промывка труб, было налажено отопление и сделан перерасчет аж за два года, хотя мы требовали за один год. Куда обращаться, если произошла подобная ситуация? Куда звонить? Да, поняла вас. Знаете, вот если это, допустим, давайте так, сфера жилищно-коммунального хозяйства, то в первую очередь нужно обращаться в жилищную инспекцию. Если это сфера продажи товаров, то это управление Роспотребнадзора Калужской области, раз, и Министерство конкурентной политики, которое тоже с нами очень хорошо сотрудничает, два. Но надо не забывать, ведь есть еще прокуратура, которая стоит на страже закона. И действительно, по многим вопросам, мне приходится обращаться в прокуратуру, которая тоже выходит навстречу и помогает нам. Хорошо, расскажите, время реагирования в проблемной ситуации. Если что-то произошло, да, опять же таки, может быть, это жилищно-коммунальная проблема, может быть, это тот же планшет был продан, некачественный. Как быстро нужно среагировать к такой ситуации? Вы знаете, здесь вот четко определено с законом. В законе о защите прав потребителей сказано в 19-й статье, что если вы приобрели товар, в котором выявился недостаток, то вы имеете предъявить претензию у полномочной организации в течение всего гарантийного срока. Ясно, хорошо. Ну и что бы вы пожелали своим коллегам и калужанам, в том числе вот именно сегодня, в этот праздник. Коллегам пожелать новых и новых побед в отстаивании прав наших потребителей. А потребителям пожелать просто элементарно удачных, хороших покупок. Ну и, конечно же, удачи вообще во всем. Хорошо, спасибо за то, что нашли время, пришли ответить на наши вопросы. Ну и, конечно, вам новых побед, чтобы вы отстаивали права наших потребителей. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. А на нашем телеканале стартует новый проект «Удачная покупка». Главная его идея – объяснить калужанам, как вести себя, если вы приобрели некачественный товар. Куда обратиться, если ваши права нарушены? Специалисты ответят на конкретные вопросы и каждый случай подробно рассмотрят. Программа «Удачная покупка» будет выходить раз в месяц в последний четверг на нашем телеканале. Жители региона призывают подключиться к всеобщей диспансеризации. Просчетом медиков своевременное выявление различных заболеваний снижает смертность населения на 30%. За ходом диспансеризации по всей области следить будут целый год. Первыми проверку прошли ЦРБ в Кондрово и Медыне. В том, что профилактика гораздо приятнее, чем лечение, не убедилась Ирина Сидорова. Спецгруппа из Дворечья десантируется во дворике Медынской ЦРБ. У жителей сотрудников дома-интерната особое задание – провести разведку в каждом кабинете поликлиники. Под прикрытием всеобщей диспансеризации агенты в цветастых платках рассредотачиваются по больничным коридорам. Местного терапевта берет на себя 92-летняя Мария Гавриловна. «Хожу на календарских палках. Да? Да. Молодец. Не падает духом. Нога вот болит, коленка не дает. Ну, полечит, полечит. Полечит, полечит. Под пристальным вниманием работа хирургов, узистов, лаборатории, кабинетов флюра и мамографии. «Редко бываю в больнице, а тут попало, и пришлось все обойти. Не то, чтобы пришлось, это очень хорошо. На самом-то деле, все обследовало абсолютно. И сердце, и почки, и легкие. Теперь вот мамограмма». Современный цифровой аппарат появился здесь по программе модернизации здравоохранения не так давно и очень кстати для массовых исследований. Полученные благодаря ему результаты прошлого года сработали лучше, чем любые агитационные плакаты или задушевные беседы с врачами. «Все как-то удивились этих результатов. И потом лучше, молва, лучше стали все это. И вот уже в конце года у нас все меньше и меньше проблем было по привлечению. А этот год и вовсе активно так начался. Считаем, что если мы 16% сделали сейчас за короткое время, то мы в скором времени набираем теплость сейчас и сделаем раньше сроков». Полны как никогда в день диспансеризации коридоры Дзержинской ЦРБ. Сюда группы разных возрастов ежедневно привозят заведующие сельским ФАПом. И хотя у фермеров, как правило, нет проблем с активностью и лишним весом, здесь своя специфика, говорит Надежда Жданова. И ее надо знать. «Это действительно и для нашей работы очень удобно. Когда человек обследован, выявлено какие-то заболевания. И мы приходим на вызова. Мы уже знаем, как подойти с которой стороны, что можно здесь ожидать». Кондрово постепенно догоняет Медынь по посещаемости. План выполнен на 13%. 1300 человек уже получили паспорта здоровья. Среди выявленных факторов риска, как и в целом по области, курение, нерациональное питание, низкая физическая активность и высокий уровень стресса. Явления, к которым многие до сих пор относятся пренебрежительно, после диспансеризации предстают в новом и не лучшем свете. И во многих случаях навсегда исчезают из жизни обследованных пациентов. Ирина Сидорова, Леон Ким, телекомпания НИКО-ТВ, Медынские и Держинские районы. Радость для родителей и малышей. В регионе продолжают открываться детские сады. По информации профильного министерства, в прошлом году в Калуге распахнули из своей двери три новых садика. Еще пять дошкольных учреждений в Кирове, Обнинске, Износках и областном центре. Пока только готовятся принимать детей. А маленькие жители поселка Юбилейный Малорославецкого района постепенно обживают новый детсад. Он расположился в уже существующем здании. Перед приходом маленьких воспитанников его отремонтировали. Раньше поселки уже открывали дошкольные группы, но помещения оказались маленькими и неудобными. Комфорт и оснащенность нового садика оценила Татьяна Зимушина. Березовая роща на окраине поселка Юбилейный стала игровой площадкой детского сада и поводом для его названия. Березка выросла здесь давно, в начале 60-х и уже претерпела немало изменений. Сейчас обрела статус дошкольного учреждения. Символичный ключ в праздничный день позволяет гостям отворять все двери. Директор Лидия Ивановна показывает кабинет психолога, музыкальный класс, спальни, игровые залы. Рассказывая, как все это здесь появилось. Последние 16 лет здание принадлежало детскому дому. Когда большая часть воспитанников обрела семью, его расформировали, а постройку передали под детский сад. Делали полностью реконструкцию, потому что дети жили каждый себе в отдельной комнате, а нам нужны были групповые комнаты. И вот эти групповые комнаты мы все делали. Ломали стены здесь строителей, нанималась бригада была. И мы сделали, как в детский сад, 4 группы и 4 спальные. Закупили новую мебель, игрушки. Из воспоминаний о детском доме остались только поделки его воспитанников. Маленькую художественную галерею с пожеланием дальнейших творческих успехов пополнила картина от калужских гостей. Малогославицкому району это очень свойственно. Марья Валентиновна, везде быть первыми. Идти получать знания, получать звания. И самое главное, в душе ребенка оставить добрый след. С хорошим почином, дай Бог, чтобы эти стены хранили теплом. Новых детских поделок на стенах еще нет. Сад начал работу только неделю назад, став для молодых мам настоящим подарком к 8 марта. Это самый настоящий подарок для нас. Мы очень рады, мы очень счастливы, что такой у нас детский сад. Ну, раньше был маленький садик, допустим, актовый зал, там он был очень маленький, и родители в основном не помещались, в коридорах стояли. А сейчас очень хорошо, мы очень рады. Первые концерты – волнение, радость и неудачи. Второй дом здесь обрели 60 детей. И заявки все еще поступают. Юбилейный детский сад избавил от очередей свой поселок и разгрузил соседний – детчина. Оттуда приезжают 15 дешкалят, чтобы получить новые знания и научиться исполнять песенку про маму. Я иду в детский сад, с нами на заре. Ману я люблю, милую мою. И про эту песенку для нее пою. Татьяна Зимушина, Александр Бурылкин, Никита Богадов, телекомпания НИКТВ, Малорославецкий район. Студенты-целевики пообщались с главным специалистом по кадрам в регионе, в Калужском филиале Баумунского университета, прошла встреча с министром труда, занятости и кадровой политики Ириной Подковинской. Молодые люди, обучающиеся по целевому направлению, уже определили свою судьбу на несколько лет после окончания вуза. По условиям договора они обязаны будут отработать на предприятии, которое оплатило их обучение. Как отметила Ирина Подковинская, сейчас в области еще существует определенный кадровый голод. Причем на предприятие требуются именно молодые кадры, которые призваны заменить тех, кто ушел на заслуженный отдых. Да и на тех заводах, которые были открыты совсем недавно, зачастую предпочтение отдается именно молодежи, которые лучше ориентируются в современных реалиях. Для того, чтобы вы увереннее, наверное, себя чувствовали, мы и стали вот несколько лет назад активно, по поручению губернатора области Анатолия Дмитриевича Артамонова, реализовывать вот такое направление работы, как целевое направление студентов-школьников, чтобы вы знали, какое предприятие вас ждет, на каких условиях вы будете приняты на работу. Вот. И это, конечно, ну такой важный рычаг для обеспечения наших предприятий кадрами. Самые сильные, ловкие и в то же время воспитанные. В КГУ имени Циолковского на этой неделе завершился конкурс «А ну-ка, парни». Состязания затронули самые разные сферы. От скоростного вождения до правил этикета. Сильной половиной КГУ поближе познакомилась с Олесей Утятниковой. Всем привет. Меня зовут Константин. Мое увлечение – военная техника. Он мечтал о военной технике, а стал студентом факультета педагогики. Конкурсант Константин Шнайдер пошел по стопам родителей. Мама, учительница начальных классов, стала примером в выборе профессии. Но в своей презентации Константин рассказывает вовсе не об этом, а о любимых и сугубо мужских интересах. С детства мы с братом, ну все мы, кто в то время родился, вышел фильм «Спецназа» в 2007 году, если не ошибаюсь. И после этого просмотра все ребята, кто смотрел, решили стать спецназовцами. Но потом это как-то забылось. Но в дальнейшем у меня это, ну, после одного случая, устало восстанавливаться дальше и сильно заинтересовался. Их девиз было «Остается сила, мужество, победа». Но на конкурсе состязаются не только в силе и ловкости, но и в умении хорошо выглядеть, что демонстрируют в дофиле, а также в знании правил этикета. В будущем все пригодится, уверены организаторы. Понимаете, мы же считаем, что воспитание неразрывно связано с обучением. И более того, мы говорим о том, что социализация человека, молодого специалиста, она очень важна на самом деле. Да, его вхождение в общество уже адаптировано к этому. И на самом деле, вот после таких праздников, я думаю, что многие студенты и студентки, они задумываются. И я думаю, что, конечно, это работает только на позитив. Эти соревнования – ответ традиционному женскому конкурсу МИСКГУ. Но свое состязание мужчины посвящают именно прекрасной половине университета. Они отвечают благодарностью, сидя в зале, улыбками, аплодисментами и плакатами. Поддерживают своих друзей. Хорошенькие, милые мальчики у нас хорошие, нравится. Громко будем болеть, хлопать, молодцы. Будем за них переживать. В итоге победу в конкурсе и статус первого парня университета завывал студент факультета иностранных языков Дмитрий Голиков. Километры проложенной канализации, люки и даже эвакуация транспортных средств с улиц города. На планерке в городской управе Калуги на этой неделе заслушали отчет самого разносторонне активного муниципального предприятия. Директор МУП Калуга спецавтодор рассказал о достижениях 2013 и поделился планами. Главная проблема, которую предстоит решить предприятию, большой износ техники, из-за чего приходится ее даже брать в аренду, а это прямые убытки. В гору праве пообещали детально изучить вопрос и найти ту золотую середину между необходимыми тратами и возможной выгодой для города. А вот в чем сейчас предельная ясность, так это в вопросе уборки. Исполняющий полномочий городского головы Константин Баранов раскритиковал работу, которая велась в этом направлении и предложил всю территорию поделить на зоны ответственности. Для этой цели управляющие компании и обязали убирать не 10 метров придомовой территории, а 25. При этом Константин Баранов гарантировал, что тариф на уборку не увеличится, а все эти изменения нацелены исключительно на борьбу за чистоту областного центра. Тоже ни для кого не секрет, что город у нас замусорен. Это видно и это очевидно. В том числе мы предлагаем и подрядным организациям, которые на следующий год у нас будут убираться, тоже увеличивается площадь. И наши организации, нашему муниципальному унитарному предприятию, тоже эта площадь увеличивается. Мы должны с вами охватить максимально весь город, чтобы его убирать, чтобы его постоянно убирать. В центре внимания были на этой неделе и проблемы другого характера. Например, признать старинное здание памятником культуры и спасти его от сноса, сохранив для потомков дело хорошее. Вот только следить за таким памятником должен собственник здания. Стало быть и текущий, и капитальный ремонт в теории будет выполняться за свой счет. Вот. Действительность такова, что собственниками таких памятников архитектуры далеко не всегда являются государства или муниципалитеты. Какие существуют выходы из такой ситуации, разбирался Сергей Коробков. Исторический центр города, улица Баумана, дом 11А. Когда-то в нем была 21 квартира. Сейчас здесь проживает всего два человека. Дмитрий Баранов и Вячеслав Николаев. Последний владеет только маленькой квартиркой. Остальное принадлежит соседу. В 92-м году Вячеслав Николаев приватизировал свои квадратные метры. А в 99-м дом признали объектом культурного наследия – сторожка с прилегающими воротами. А значит, особым образом содержать здание обязаны собственники. Уведомить об этом жильцов не посчитали нужным. Какой-либо ремонт в доме не проводился более 60 лет. А 10 лет назад его вообще признали непригодным для проживания. Признан непригодным в 2004 году для проживания областной межведомственной комиссии с заключением непригодным для проживания. До 2006 года дом считался федеральной собственностью. Потом его передали в муниципальную. Но оформление охранных обязательств стали требовать только в 2013-м. И почему-то от Вячеслава Николаева. Откуда инвалид возьмет на это деньги, никого не волнует. В случае, если Николаев по каким-то причинам, финансовым еще каким-то, не может содержать данное имущество, то он иного выхода, чем продать квартиру, либо обратиться в суд с требованием о понуждении предыдущего собственника, городского и права к проведению капремонта. То есть иного выхода Министерство культуры и туризма не видит. Требование закона об оформлении охранного обязательства распространяется на всех, в том числе и на гражданин Николаева. Похвальная принципиальность. Вот только какая-то избирательная. Еще один случай заботы о памятниках архитектуры. Переулок Воскресенский, дом 27. В 2013-м он тоже стал обладателем гордого звания «Объект культурного наследия». Оно и понятно зданию более 150 лет. Видите, какой перекос. В любой момент отвалится вот эта вот лестница, там вот все, то же самое. В последний раз ремонт здесь сделали в начале 50-х годов прошлого века. Провели паровое отопление и водопровод. Когда прокладывали электропроводку, вообще неизвестно. Три месяца назад отключился свет. Приехавшие электрики не смогли разобраться в схеме разводки. И просто подключили дом напрямую от ближайшего столба. А вот это вот наша электропроводка, которую от столба по чердаку и на наш дом привели. Потому что найти не могут. Откуда она здесь начинается, где она начинается, все потеряно, ничего нет. Инспекторов газовой службы в этом доме вообще никто никогда не видел. Стены, крыши, лестницы, полы, трубы – все буквально разваливается. В любую секунду может произойти короткое замыкание или разрыв газовой трубы. Человеческих жертв не избежать. Такое здание проще снести, чем отремонтировать. И когда-то так и собирались сделать. Сколько лет вы живете в этом доме? Уже 15. Уже 15 лет. А когда вы сюда переезжали, вы квартиру купили? Купили. Купили. И вам предыдущий владелец сказал, что... Сказал, что этот дом подлежит сносу в ближайшее время. Ну, видно же было в каком-то состоянии. Мы поверили. Ну, тут, правда, вот этот дом соседний строился, пятиэтажка. Вот они его собирались продлевать на нашем месте, где наш дом стоит, этот дом. Однако не продлили по неизвестным причинам. В заключении комиссии от 1976 года дом признан изношенным на 75%. В 1985 году изношенность составила уже 50%. Такое вот чудесное омоложение. И, наверное, следуя этой логике, ремонтировать дом теперь обязали самих жильцов. Ведь здание за эти годы стало абсолютно новым. Содержание обойдется в копейки. А будущие поколения смогут любоваться памятником архитектуры. Ну, фундамент удовлетворительный. Это вы посмотрите. Все разваливается. Стены, камены удовлетворительные. Все удовлетворительные. Вот так видят наше культурное наследие сотрудники Министерства культуры и городской управы. Их можно понять. Первые повысили уровень культуры, вторые избавились от головной боли по капитальному ремонту и переселению граждан. И главное, что закон соблюден. Сергей Коробков, Михаил Кузьмичев, Алексей Пехов, Дмитрий Куницын, Александр Бурылкин, Никита Богадов. Телекомпания НИКО-ТВ. Мы обратились за комментариями городским властям. И вот, что нам сообщили в управлении коммунального хозяйства. Вот мы первоочередного порядка, начиная с шестого года, будем выполнять решение судов, скажем так. Попадать в памятник, выполняем ремонтируемые памятники. Также и выполняем в добровольном порядке. Это вот обязательство за нами, как бывшими собственниками жилья осталось, мы его будем выполнять. Есть у нас и другие, другая программа, соответственно, да, другие объекты, которые мы тоже в добровольном порядке выполняем. Но все ограничено теми средствами, которые предусмотрены в бюджете. Управляющие компании, на территории которых находятся эти дома, которые признаны, они какое-то имеют обязательство по обслуживанию этих домов? Да, у них есть обязательства в рамках договора управления данными домами, соответствующего жилищного кодекса. Как бы итог подведя, люди, которые столкнулись с такой проблемой, что они жили-жили в доме, надеялись на то, что их рассели и так далее, вдруг вам выясняется, что это памятник, теперь они сами должны с этой проблемой как-то биться. Они, то есть, не одни остаются? То есть, город им все-таки помогает? Нет, конечно, но одни они не справятся. Ну, не справятся. Но, опять же, город им помогает как бы добровольно в порядке, да? Ну да, добровольно сюда, или принудительным, кто это среагировал. В итоге, самый надежный способ добиться долгожданного ремонта – обращение в суд. И в первую очередь, потому что его решение обязательно для исполнения городскими властями. Да и деньги в таком случае будут выделены быстрее. В другом случае, деньги нашлись гораздо быстрее. Правда, и цель была совсем иная. Контрольная закупка алкоголя прошла под присмотром полицейских и молодежного парламента. В калужских торговых точках проверили соблюдение запрета на продажу запрещенных видов товаров несовершеннолетним. Продавцов пытались задержать с поличным. В качестве покупателей пива и сигарет выступили сами подростки. Удалось ли в итоге совершить покупку, зафиксировала наша съемочная группа. Заходишь, покупаешь, руку пива и пачка сигарет. После чего ты выходишь, ты это не убираешь никуда. Входишь в открытую. Последнее наставление школьнику перед спецзаданием. Надо попросить в магазине спиртное, пока другой, не менее юный агент будет снимать факт покупки на телефон. Звездный час в рейде для Олега стал еще и дебютом в алкогольном шоппинге. Спортсмен вредных привычек не имеет, однако уверенно придерживает легенды. Здрасте. Балочку 7 и 11 синий. Покупка удалась доказательство налицо. Кроме товара есть еще и документ, чек. В игру вступают правоохранительные органы. За коллегу вступает и товаровед. Заверяя, что продажи пива несовершеннолетнему всего лишь недоразумение. 17-летний парень выглядит на все 20. У нас эти продавцы более ответственные. Я бы не сказала, что когда-то они продавали каким-то подросткам, где же даже обыкновенный энергетический товар. Сколько раз были замечены, что они их отправляли просто без покупок. Теперь я так думаю, что девчонки будут уже практически чуть ли не у каждого второго, который не выглядит на 18 лет после этого, потому что мы с таким не сталкивались. Урок закрепит протокол. Продавцам и владельцам магазина теперь угрожает серьезный штраф. Кроме того, молодежным парламентам и законодательным собраниям области направлена инициатива в Государственную Думу об ужесточении административного наказания. В среднем сейчас штраф по магазину выйдет в районе 5 тысяч рублей. Потому что это должностное лицо, продавец. Так, на физическое лицо до 50 тысяч штраф, а на юрлицо в районе полумиллиона рублей. А вы хотите сколько? Данную поправку мы отправили на увеличение юридического лица миллиона рублей. Молодежный парламент пытается определить масштаб проблемы. Опытным путем выявлено, что продажей алкогольных напитков несовершеннолетним чаще всего грешат именно маленькие магазины на окраинах Калуги. Однако ни уровень торговой точки, ни географическое положение не застрахуют от внезапной проверки. Предприниматели должны научиться соблюдать закон. Ольга Золотина, Сергей Фондиков, телекомпания НИК-ТВ. На этой неделе в областной филармонии прошел спектакль, посвященный юбилею Михаила Лермонтова. В этом году исполняется 200 лет со дня его рождения. Театрализованную программу солистов филармонии и артистов ТЮЗа оценила Олеся Утятникова. Романцы Рубинштейна и Варламова, отрывки из драмы «Маскарад», поэмы «Демон» и народной песни. Считается, что для луны русской поэзии Михаила Лермонтова они в свое время стали источником вдохновения. Он же барин, и когда жил в поместье у своей тетушки, наверняка слышал песни крестьян, заслушивался ими. И многие русские народные мелодии вдохновили его на создание, возможно, даже того же купца Калашникова. То есть помогали, вдохновляли его на новое произведение. В прошлом году по песне про удалову купца Калашникова филармония вместе с актером Рустемом Галичем поставила моноспектакль. В этот раз решились на более массовое представление в честь поэта. Главный дирижер Владимир Иванов волнуется, как никогда. Ведь не только жизнь, но и даты после смерти Лермонтова овейны мистическими совпадениями. В день рождения 100-летия поэта началась Первая мировая война. В Сараево, после Сараевских событий. На 150-летие со дня смерти в 1941 году началась Вторая мировая война. Это после смерти. А при жизни его сколько преследовало мистических событий, он же сам написал свою смерть, правильно, герои нашего времени. Вот, как будто все один к одному было. И сейчас 200-летие, и вот видите, на юге тоже совсем спокойно. Я вообще боюсь, действительно, сегодняшний вечер. Единственная мистика – появление в зрительном зале самого Михаила Юрьевича. Потомков он приветствует своим знаменитым «Нет, я не Байрон», доказывая, он не подражатель, а самобытный поэт. Я раньше, раньше, и раньше, и раньше, мой ум неплохо заряжил. В моей душе, как в океане, надежда разбитых грусть лежит. Круглое лицо, карие глаза и щегольские усики над пухлым ртом – такой Лермонтов на многих портретах, таким предстал и артист Кирилл Ланцев. Совестью русской поэзии стал неожиданно для себя, но его творчество актеру более чем знакомо. Лермонтов, я думаю, что он должен нравиться каждому человеку, который хоть что-нибудь читал в школе. Кстати, говорят, я точно не знаю, что в школе сейчас почему-то очень мало преподают Лермонтова. Зря. По пробелам в литературном образовании ударят спектаклем. В планах показывать его студентам и школьникам, чтобы автор произведений, ставших классикой, не оказался незаслуженно забыт. Вообще, на культурные события эта семидневка была необычайно щедра. Например, в Калуге стартовал традиционный гагаринский фестиваль. Он проходит уже более 10 лет, но в этот раз отличается особым размахом. Школьники читали стихи, пели песни о гагарине, участвовали в лекциях. Что делали еще участники фестиваля, расскажет Ирина Журавлева. Первый день гагаринского фестиваля, своеобразный пролог, начался с конкурса чтецов. Учащиеся школы-интернаты номер один декламировали стихи о первом космонавте, смотрели фильм о космосе, танцевали и посетили мини-урок в планетарии. Вот я узнала, от чего умер сам гагарин. Когда делали тренировочный полет на самолете, столкнулись лицом к лицу, и он умер. 34 года. В этом году большой музейный праздник будет проходить особенно масштабно в связи с юбилейной датой. 9 марта Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы 80 лет. В музее организуют уроки в игровой форме, множество увлекательных программ для детей разных возрастов, поездки с лекциями для школьников по районам области. Каждый полет приносит что-то новое. В каждом полете происходят какие-то испытания, какие-то эксперименты, которые добавляют все новых и новых знаний. Поэтому, мне кажется, что интерес вот к этой теме, он просто не иссякает. Музеям-то вообще очень мало музея космонавтики, не так их много. Но не каждый город может похвастаться планетариями, потому что их в России всего 40 у нас планетариев, около 40. Поэтому калужским детям надо пользоваться, брать, так сказать, от того, что они в Калуге родились, по максимуму. В завершении первого мероприятия Гагаринского фестиваля все участники вышли к памятнику с воздушными шарами, чтобы запустить их в небо. Всего 80 шариков. Вы знаете, сегодня мы такое видели трогательное отношение к теме Гагаринской. Так дети проникновенно читали стихи, что, знаете, не страшно за них. Конечно, они духовностью наполнены. Традиционный фестиваль проходит в течение месяца и заканчивается 12 апреля, в день первого полета в космос. В этом году к этой дате планируют открыть тренажерный зал, где школьники смогут проверить, насколько они готовы стать космонавтами. Там установят такие же тренажеры, на которых тренируются космонавты при подготовке к полету. Ирина Журавлева, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКО-ТВ. Грин-карта для кельтской культуры. Звуки волынок возвестили о начале недели Ирландии в России. Праздницово прокатится почти по всей стране, но первый кельтов принимала именно Калуга. В областной филармонии отгремел международный фестиваль «День святого Патрика», честь символа и покровителя Ирландии. В программе легенды мировой музыки «Золотая волынка», «Падди Кенан» и «Пад Килбрайт», а также российские фолк-музыканты и традиционные народные танцы от студии «Шемрак». Духом праздника прониклась Ольга Золотина. Зеленые элементы или клетка в одежде – одни из самых идейных зрителей собрались здесь. А самый яркий ценитель кельтской культуры и вовсе к концерту приобрел настоящий шотландский килт клана Маккенди. Пармен Юрий признался к пониманию горских ценностей и пришел через профессию. Конечно, наверное, больше поклонники мы ирландского и шотландского ульдийски. Все это, наверное, пошло оттуда. Да, это долгие тяжелые ночи и дни работы за барной стойкой. В целом сложилась именно любовь к этой культуре. А Сюдер Патрик непосредственно это все подкрепил и вошел в нашу жизнь. Это вот уже третий фестиваль. Фестиваль открыла студия «Шемрак». Традиционные ирландские танцы модифицировали в шоу, а народным костюмам предпочли концертные. Неизменные оставив обувь. Специфические ботинки они заказывают на родине танца. Только там их делают так, что ноги на сцене поют. Музыка играет, а ноги подпевают им. Каждая поверхность имеет свою тональность. Здесь такой более брутальный, здесь более щелкающий. Здесь, соответственно, совсем высокий. То есть, как бы обыгрывать, ну как голосом, да, тональности. Берешь там повыше, по низу, так и здесь, собственно. Волынка на день Святого Падрика, в свою очередь, спелась со скрипкой. Музыкальную уступчивость одного из самых громких духовых ребята из коллектива «Рэндом Рилл» объяснили его национальностью. Инструмент родом из Испании «Галлийская волынка» позволяет играть в унисон даже самыми нежными смычковыми и придает ирландским напевам южный темперамент, заставляя пританцовывать даже публику с нордическим характером. Арабских мотивов чуть-чуть добавили, чтобы интереснее было просто. На самом деле мы сочиняли вот эту композицию в первом нашем туре и дали ей название «В городе Одесса». Мы долго не знали, как назвать. Мы просто под нее танцевали пьяные немцы. Они так смешно танцевали. Да, и поэтому мы назвали «Неуклюжий медведь». В свое видение кельтской культуры у каждого коллектива. Волна феричных шоу под фолк-музыку прокатится по всей стране. Завершится неделя Святого Патрика в Волгограде. Ольга Золотина, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКТВ. Нет повода в конце нашей программы не вспомнить и про погоду. Несмотря на яркое солнце и уверенный плюс, синоптики призывают не торопиться перебывать машины и прятать теплые вещи. На Калужскую область надвигается активный циклон Северной Атлантики. Погода испортится буквально на днях. Первая половина выходных может и порадовать плюсовой температурой, однако из-за близости атмосферных фронтов не обойдется без осадков и сильного ветра. В воскресенье на смену дождю придет мокрый снег. На дорогах стоит ожидать слякоти и гололедицу. Температура резко понизится ночью до шести мороза, днем до плюс пяти. В начале следующей недели похолодание продолжится. Температура воздуха приблизится к своей климатической норме. Временами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. А вот реки областного центра уже совершенно точно освободились от льда. Как сообщили нам в управлении МЧС по Калужской области, вскрытие АКИ произошло 12 марта в 16.00. На пять дней раньше прогнозируемого срока и почти на две недели раньше среднего многолетнего. В этот же день вскрылась и Жиздра. Пока угрозы затоплений населенных пунктов и промышленных предприятий нет. Обстановка находится под контролем. Как мы уже сообщали, максимальные уровни воды на АКИ и ее притоках ожидаются ниже средних многолетних значений. Так, у областного центра подъем воды не должен превысить четырех с половиной метров. На Ячинском водохранилище по-прежнему много рыбаков. Это несмотря на то, что практически ежедневно кто-нибудь проваливается в воду. В связи с этим спасатели решили проверить, насколько хрупки поверхность водоема и жизни тех, кто не хочет закрывать зимний сезон. В рейде участвовала и наша корреспондент Ольга Золотина. Правда, покинуть берег она так и не решилась. Любитель зимней ловли Алексей Носерас приехал на Ячинку без снаряжения. Просто посмотреть обстановку. Свой сезон закрыл, как только стал свидетелем несчастного случая. За тонну упал человек один, ногой провалился. Вот рядом сидел. И ушел. А вот люди рискуют, сидят в таких верхоплавах. Рыба вся ходит. Активный плен начинается у рыбы. Азарт держит рыбаков чуть ли не на плаву. Около берега уже видна вода. Да и на глубине при каждом шаге слышится треск, говорят спасатели. Их-то на лед привел долг. Надо измерить толщину. Ледяная корка оказывается довольно приличной 20-27 сантиметров. То есть никаких мер по отношению к рыбакам сотрудники ГИМС применять не имеют права. Могут только предупредить. Структура льда изменилась. Уже видно по сверлу. Оно как нож в масло входит в воду. На данный момент практически каждый день провалы людей под лед. В местах массового выхода рыбаков это такие места, как Ячинское водохранилище, как озеро Ломпать. У нас на озере Ломпать ушло под воду два автомобиля. К счастью, без жертв обошлось. Людей у них не было на тот момент. На Ячинском водохранилище вчера только три случая провала людей под лед. Там практически каждый день люди провалятся под лед. А на Аке тем временем уже открыт сезон летней ловли. Первым опробовать удочку после холодов на берег реки вышел Андрей Исенгильдин. Рыбак с полуковым стажем. Сидишь, природа, думаешь, думы свои. Смотришь на поплавок или на удилище. В зимнюю я вообще не понимаю. Я южный человек. В этом году Ака не доставила хлопот спасателям. И они надеются, что Ячинское водохранилище последует примеру своей текучей соседки. В ГИМСе прогнозируют к концу месяца, и оно полностью избавится от льда. Ольга Золотина, Михаил Кузьмичев, телекомпания НИКА-ТВ. Еще раз напоминаем, берегите себя. Едва ли хороший улов стоит жизни. И на этом мы заканчиваем рассказ о минувшей семидневке. Хороших вам новостей и всего доброго. Берегите себя и до встречи на НИКе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова